Всем привет, друзья! С вами Заковыч. Это ваша любимая рубрика посылочки от подписчиков. И давно у нас не было больших посылок. И эта большая посылка приехала у нас откуда? Из... от Галины, из города Башкортостан-Благовещенск. О, Благовещенск. Республика Башкортостан-Благовещенск. Заговариваюсь. Давайте открывать, посмотрим, что же там интересненькое приехало к нам. О, к нам приехали по традиции туфельки. Туфли Пикарди. Опа-ки. Размер 44. О, даже мне бы такой подошел, я думаю. Полуботинки мужские демисезонные. Большой размер на мат. Так. Надеюсь, там ботиночки. О, какие стильные вы посмотрите. По скидке 1500 рублей всего-то. А что это? Это магазин Кари. А, это магазин Кари. Да раньше у нас был такой магазин. Мы туда частенько ходили. Сейчас вот что-то закрыли. Что-то там продажи не идут у них. Так, давайте смотреть, что же тут. Подзаклеили, так подзаклеили. Хорошенечко. Открываем. И что? О, а внутри миллион сюрпризов, как всегда. Ребята, вы меня балуйте. Пипец. О, тут целая эта книга. Здравствуй, Денис Леонидович. Пишет вам Матвей Антропов. Я живу в Башкирии, в городе Благовещенск. Это недалеко от города Уфа. Мне 17 лет. Ничего себе, это твои ботинки. Я закончил в том году школу, теперь все свободное время провожу за компьютером. Но три раза в неделю занимаюсь ЛФК в спортивной школе. К сожалению, ЛФК, это что такое? Любительский футбольный комплекс? Футбол это? К сожалению, самостоятельно не могу ходить. Ааа, писать ручкой, поэтому напечатал вам письмо. Конечно, мне во всем помогают мои родители. Моя мама Галина Александровна и папа Анатолий Викторович. Родители, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я подписан на ваш канал Закупочный, на канал Валюша Милая. И с большим удовольствием смотрю ролики. Мне очень нравится. И вот решил вам послать посылку, чтобы потом увидеть, как вы ее распаковываете и передаете мне привет. Огромный тебе привет. Огромный тебе привет и сил. Я коллекционирую... И от Валюши привет. Милан, от тебя будет привет? Да, конечно. Ну, говори. Привет! Я коллекционирую игрушки из-под киндер-сюпризов. Их у меня около одной тысячи. Очень много раз различных тематических наборов. У некоторых есть повторки. И я вам посылаю. Они в коробочках из-под скрипышей. Хотя Новый год уже закончился, но я хочу вас поздравить и посылать в новогоднюю почту. Там подарки для вас и вашей семьи. О, спасибо. У меня есть бабушка Людмила Александровна. Ей 73 года. Но она до сих пор занимается вязанием. И вам посылаю в подарок вашей жене вязаные тапочки. Они очень теплые и связаны с душой. Носите с удовольствием. А еще она вяжет игрушки. И вашей дочке мы посылаем две игрушки Амункас. Ничего себе. Подарок для вас. Обложка для паспорта и для прав. Если не секрет, есть ли у вас машина и какая модель. У меня Cherry Exit. Вот. Китайская машина. Да, у меня есть. У меня все, кстати, категории практически все, кроме А. Даже есть категория с прицепом. И для всей вашей семьи башкирский чай и конфеты. Пейте на здоровье. Ой, я меда хочу. В следующий раз меда может мне. Башкирский мед обалденный. А еще у меня есть братишка Марк. Ему 8 лет. Марк, привет тебе. Он вам сделал поделку Генри и уточку. Спасибо большое за ролики. Снимайте еще. А я их буду смотреть и радоваться. Ой, спасибо тебе большое. Какое письмо классное. Все. Письмо это мне отправляется. Здесь у нас Утя. Это фотоаппарат у него что-то такое? Или Инстаграм? Да, Утя написано. Смотрите, какая милаха. Обалденная милаха. Так, это Генри. Кто это? Это типа такой антистресс, да? Генри. А его надо открывать, нет? Я не буду открывать. О, вот такой красавчик. Тут у нас магнитик Благовещенск. Я люблю Благовещенск. Так, все это отправляется на холодильник. Прямо сейчас. Сейчас Милане дадим задание. Подождите. Надо будет, кстати, Благовещенск дать ему съездить. Это же легендарный город обалденный. Посмотрите, какие хорошие люди там живут внутри. То есть внутри, внутри города. Парень с берегов Агидели. Виль Казыханов. Это книга? Книга про войну? Парень с берегов Агидели. Документальная повесть. Уфа. О, это в Уфе напечатано. Телеграмма. Младшему сержанту Василию Николаевичу Горшкову. Бой за село Подгорное. Да, к сожалению, в том году не стал моего дедушки, который был ветераном. Единственная наша семья, которая именно воевала. Больше у нас... А, ну только бабушка была, но они жили во время войны. А именно тех, кто воевал, у меня в семье всего никого не осталось. В том году, да. Да, печально. Так, будем читать. Это что такое? Календарь. Календарь. Ой, смотри, тут всякие приколюхи. Календарь. Год тигра с приколюхами. Смотрите. Это он корову прогоняет, да? Типа год быка уходи. Или что это? Да. Ага. Ой, слушай, тут двух сторон. Это у нас, смотрите, тигр отжал снегурочку у этого дрессировщика. Здесь тигр катает тигрица. У тигрица, смотрите, косичка. Так, это тигр варит раков. Потому что ноябрь, это что у нас? Это почти раки и потом скорпиона, да? Март. Это у нас тигр влюбился в зебру. Что это? Зебра влюбилась в тигра? Так, тут у нас тигра... Мама будет пилить тигра. Типа жена пилит. Да, типа жена пилит. Это у нас что такое? Это музыкальный тусе. Так, тут у нас... Давай, да, так. Так, парахмахерское звере. Ой, это как будто, когда, помните, к тигр пришел льва стричь. То есть, наоборот, когда... Там цапля, по-моему, стригла, да? Цапля в мультике стригла этого льва. Так, тигр ругает зайцев за плохую работу. Так, это у нас тигр-гонщик. Ой, смотрите, какая кошечка красивая там. Так, тигр опять врезался. А, засмотрелся на девушку и врезался. За рулем по сторонам не смотреть. Даже на жену нельзя смотреть. И на детей нельзя смотреть. Только на дорогу. Так, и последнее. Это тигр охотится за столом. То есть, ему даже обезьяна не нужна, мне кажется. Он сейчас будет кушать. Смотрите, как красиво. Июль. Июль, жара. Тепло. Офигенный прикольный календарь. Слушай, я его себе поставлю. Тут можно посмотреть за 23-й год даже календарь. Так, 10 сентября у меня день рождения. Это будет воскресенье в следующем году. Можете посмотреть, когда будет ваше день рождения. У Валюши 17 ноября. Это будет в пятницу. А у Миланы 24 ноября. Тоже в пятницу. Да? Слушайте, прикол, да? В сентября. Ноября. В ноябре? Так, дальше у нас подарочек и скрипыши. Очень много скрипышей и коробочек. Слушай, у нас таких нету. Скрипыши внутри. Десерт панакот. У нас таких нету. Панакот. Валь, ты видел таких скрипышей панакота? Я нет. Так, скрипыш панакота. Скрипыш десерт панакота с наполнением манго-маракуя. Ничего себе. Слушай, надо было бы обзором такие штуки снять. И скрипыши, десерт панакота, наполнитель... Что это такое, вишня, что ли? Вишня-черешня. Так, ну сначала мне интересно вот этот подарок. Это что там, конфеты? Это прям новогодний подарок. А кто делает? Почта. Хочется конфеток? Новогодний подарок, новогодняя почта. 15 октября запаковано. Годен до 1.03. Хранить при температуре от 18 плюс-минус 3 градуса. Короче, 21 градус нужно, чтобы было. Упаковщик Уфа. А кто делает конфеты? Липецк. О, в городе Липецк делают. И в городе Воронеж, но там в разных городах делают. Давайте смотреть. Вау! Тут просто целая куча конфет. Так, и подарочки. Это амункасинка, Милан. Смотри, какой прикольный. Длинненький. Длинный амункас. Знаете, амункас-ботаник. Мне напоминает он больше миньонов здесь. Держи. Спасибо. Бабушка, которая не знает, что это такое связательное. Да, бабушка же не знает, что это такое. Смотрите, какие амункасы. Ой, дай сюда. Смотрите, какие амункасы в посылке от подписчика офигенные. О, там не только. Смотри. А, это тапы. Ой, Валя, у меня в детстве были такие тапочки. Мне бабушка вязала. Так и тебе. Когда я был маленький. Да, мне они не налезут на мой 45-й. У меня 44,5 вообще размер. Мне тоже кто-то сшило тапочки. Так. Держите. И вот тапочки. Прям пахнут прям это шерстью. Или это не шерсть? Ой, подошли идеально. Валюша одела их уже. Вы представляете? За кадром. Там идеально все. Игорь большое. Амункасинки. Смотрим конфеты. Рэнди. Ой, я такие конфеты никогда не пробовал. Чоколата. Рэнди. И Рэнди. Так, что там еще есть? Чай-чай. Это у нас чай травяной. Иван-чай. О, сегодня как раз таки заварим. Смотрите, это 20 фильтр-пакетиков. Мне кажется, я заболеваю. У меня прям горло першит. Так что... Так, является мощным противовоспалительным средством. То, что мне надо. Прекрасно успокаивает нервы. Снимает напряжение. Это мне тоже надо. Очищает организм от токсинов. Это мне надо. Способствует укупилению иммунитета. Это мне надо. Помогает устранить головные боли. Иногда надо где-то раз в месяц бывает такое. Продлевает активную половую жизнь мужского организма. О, это мне не надо. Содержит высокую концентрацию аскорбиновой кислоты витаминов группы В. Ну, мне С нужно. Когда болеешь, нужно как можно больше витамина С пить. Офигенно. Все попробуем. Обложка на паспорт для меня. Мой паспорт России такой брутальный. Видите? Чик. Это мне. Давай. Вау! Автодокументы. Обложка на автодокументы. Ну-ка, давайте заценим. Влезут ли туда все мои документы? Надо. Надо, конечно. О, вот сюда водительское удостоверение положу. А есть большой лист, куда нужно положить вот эту страховку большую? Нет, по-моему. Есть. Вот он, я вижу. Где-то тут. Так, вот он. Во! Залезет сюда. Во! Страховка ОСАГО залезет. Так, все отлично. Слушай, спасибо. Мне какая-то. Автодокументы. Очень кроссовушно. Я запакую, потому что мне нужно перебирать документы. Чуть попозже переберу. И туда все положу. Так, остается нам коллекция киндеров, которую он положил. Итак, скрипыши. Что же тут у нас внутри? А ты по коллекциям прям разобрал, да, их? О, спасибо. Я их так и буду хранить. Так, первая коллекция. Это коллекция смешарики. Здесь у нас есть Крош, Ковбой. Также у нас тут есть Савуня какая-то, ниндзя. Еще тут есть, смотрите, Лосяш, Лесник. Крош, Ковбой. Крош, Первобытный Заяц. И пин тоже первобытный. Это как будто какие-то... А, это из мультика, из этого, когда назад, да, они вернулись в прошлое. Это был недавно, ну как недавно, давно, по-моему, мультик. Так, это коллекция раз. Следующая коллекция. Коллекция два, смотрим. Что это? Это коллекция эти, Шопкинс. Смотрите. Да, это Шопкинс. С висюлечками. А что, это в киндерах было? Я не знал, что это было в киндерах. Смотрите-ка. Какие ягодки. Вау. Слушай, Шопкинс коллекция офигенная вообще. Офигенно. Это прям коллекционные игрушки, по-серьезному. Дальше. Дальше, по-моему, это три кота и одна кошечка. Чуть-чуть поближе. Так, это у нас Бублик. Это кошечка Соня. Это кот Вася. Это кошка Марина. Это мама-кошка. Это кошка Папа. Это кот Дедушка. Это кот Матроскин. А это кот Дымок. О, вот так их назвалось. Смотрите, целая коллекция три кота. Обалдеть. Одна кошечка. Мяу. Спасибо тебе большое. Я прям так их в пакетах и положу. У меня теперь будут пакетики, куда я буду, если куплю такие киндеры, я буду коллекции тоже себе собирать. Так, пакетик у нас кончился первый. Первая коробочка. Вау, это коллекция киндеров. Ребята, мне надо будет перебрать свою коллекцию и найти всех. Я просто не знаю. Пишите в комментариях, здесь вся коллекция или кого-то не хватает. Если кого-то не хватает, я постараюсь найти. Так, это у нас киндер сюрприз, который что-то держит. Это, наверное, лейка должна была быть. Это у нас киндер сюрприз рыбак, который поймал сам себя за шапку. Это киндер, который еще сможет рисовать, который делает вау, вверх пальцами. Так, это киндер пожарный. Это киндер доктор. Киндер художник. Киндер полицейский. И киндер последний, это боксер. По-моему, у меня есть какой-то еще другой киндер. Ну, слушай, тут прям целая коллекция киндер сюрпризов. Обалдеть. Обалдеть. Вы посмотрите, какие они крутые. Мне прям очень нравится. Вот эта коллекция пока самая топовая, на мой взгляд. Так, открываем панакоту следующую. Представляете, продавались бы в магните вот такие панакоты, и там внутри коллекция киндеров. Так. Следующая коллекция. О, это я забыл, как они называются. Ты и я, мы с тобой друзья. Не помнишь, как мультик это называется? Барбоскины. Барбоскины. О. О, здесь у тебя коллекция маленькая была, да? Смотрите. Ну, вот этот чувак топовый, да? Ну, мама тоже ничего такая. Это же мама, да, играет на этом? На скрипке. О, это что такое? Это звери вот эти, которые прыгают? Или это апплдул какой-нибудь непонятный? Просто тут много-много разных. Смотрите. Это дедушка в шляпе, которую можно надеть на пальчик. Это у нас девочка, которая поймала попугая и тащит его домой. Он говорит, нет, не надо меня в суп. Так, вот это попрыгушка. Какая-то инопланетяшка. Еще одна девочка, только другая, тоже схватила попугая. У них, наверное, большая семья, и они несут делать суп. Потом есть вот такая... А, это смотреть надо. Это надо смотреть, и там будет как будто бы у вас паучий взгляд. Видите, вот такая коровка. Это, скорее всего, какое-нибудь апплдуло, да? Потому что там такой микс. Еще одна прыгалка, еще один инопланетянин. О, такая корова у меня была. Кто-то мне присылал. Тоже прыгалка, корова. И вот такая красивая... Смотрите, бабочка. Бабочка. Так, ну, значит, это какая-то одна коллекция. Просто разный-разный микс. Возможно, это Kinder Infinity. Правильно коллекция называется, по-моему? Kinder Infinity. И они там разные-разные-разные. Так, тут у нас кто? Это Холодное сердце, по-моему? Вау, это вообще не Kinder. Слушай, это офигенная коллекционная фигурка. Ее надо отдельно убрать. Или это Kinder? Здесь вот она слепила Олафа, да? Это она Олафа лепит. А вот она, Олаф. Такой... Динь-динь-динь-динь-динь. Слушай, приколдесина. Приколдесина. Не, это, наверное, я положу в свитбоксы. Да, свитбокс. У меня отдельные коробки для свитбокса и отдельные для киндера. Так что это я разделю. Так, ну, эти киндеры две штуки. В пакете нет смысла хранить, поэтому я их выну. Так, без пакета. А это коллекция Три богатыря. Так, Три богатыря раз. Алеша Попович. Это кто такой? Это Тугарин Змей. Илья Муровец. И Алексей Степанович. О, смотрите, четыре богатыря. Вот это обалдеть. По-моему, таких я не собирал богатырей. У меня таких точно нету. А жаль, классные. Так, все. Теперь. Последняя коробочка. Кто же там окажется внутри? Кто сегодня окажется самым классным? И... О, там Маша. Маша и Медведь. Смотрите, там коллекция Маша, то есть Медведь. Есть в коллекции Белочка. Также есть... Ой, там Медведиха развалилась. Медведиха с зонтиком. У нее чуть-чуть попа отклянчилась. О, шершаляфам. Потом есть волк, который примерз попой к снегу. Видите, какой он грустный? Примерз. Потом есть свинка Пеппа. Вот она. А что делает свинка Пеппа в коллекции Маши и Медведь? Странно. Тут есть Маша, которая, по-моему, бежит Мишку обнимать. И вот так. Ааа, Мишка! Мишка, сейчас я тебя порву. Ой, как же не могу. Меня от Маши прям передергивает. Надеюсь, у меня Милана не будет такой никогда, как Маша. Так, это вот она. Бескозырка. Вот как бы ваша бабушка хотела, чтобы вы выглядели. Вот, запоминайте. Вот эта бабушка хотела бы. Так, это у нас киндер. Еще просто Маша хочет обнимашки в киндере. Также Маша пингвин. Вот он, пингвиненок. И Маша художница. А, нет, она класс показывает. Маша художница показывает класс. То есть практически вся коллекция киндеров Маши и Медведь. Круто. А мы, по-моему, с тобой собирали свитбокс Маши и Медведь, да? А что, мы всю коллекцию собрали? Нет? Калбан не хватает, не помнишь? О, а вот это самая топовая коллекция, ребята. Это бегемотики новые. Это тут нужно было балансировать. Типа, бегемотик поднимает штангу и нужно балансировать, чтобы он ее поднимал. Потом это, скорее всего, чтобы крутился бегемотик на этой штуке. То есть это брусья. Потом тут есть... Слушай, ну тут надо искать. Есть у нас вот такой пират-бегемотик. Потом бегемотик снова, который делает какую-то зарядку. Просто они все выполняют какое-то действие. Вот он, бегемотик, делает зарядку. Супермен-бегемотик, видите? Звездочка. Это бегемотик должен плавать. У него где-то должна быть лодка. Бегемотик... Что это он? Как будто бы он танцует. Вы в танцах. Так, это что такое? Не знаю. Надо инструкцию. Надо посмотреть, то есть картинки в интернете, и тогда пойму, что с ними делать. Так. Это бегемотик, скорее всего, возможно, он сидит как раз-таки на штанге. Это тоже балансирует. О, вот у него должна быть тоже балансировательная какая-то штуковина. Это бегемотик, смотрите, крутит кольцо. И он реально его крутит. То есть, это бегемотик легкая атлетика. О, это рапира. Это бегемотик, это на рапирах, как она? Сабельный спорт. Так. Это бегемотик плывет на байдарке. Возможно, это не байдарка, возможно, по-другому называется. У них там миллион названий. И это у нас какая-то балерина села в лужу. Но это, опять же, наверное, художественная гимнастика. Вы посмотрите, вот эта коллекция, наверное, самая крутая. Вот это мне очень нравится. Тем более, здесь много таких, которых у меня не было. Вообще, вот за эту коллекцию вообще... Ты собрал всю коллекцию? Напиши в комментариях. Ты смог собрать? Так. И все. Последняя коллекция. Кто же там внутри, как вы думаете? Что-то беленькое. И... И там Хэллоу Китти. Целая коллекция Хэллоу Китти. Хэллоу Китти Огородник. Хэллоу Китти Няшка. Так. Бантик. Гитариста, рок-музыкант. Бантик Танцующий. Бантик синий на роликовых коньках. С кепочкой из погремушка. Это с чупа-чупсом, скорее всего. Это у нас в шапочке красивой. Так, это у нас с бантиком еще одним. Розовым. И... Бантик и шляпка. А, это на скейте. На скейте. Она у него скейт за спиной. Она за спиной, видите, скейт держит. Вау! Вот это тоже крутая коллекция, согласитесь. Вообще топ. Слушайте. Миллион коллекций киндер-сюпризов в посылке от подписчиков. Спасибо тебе большое. Это одна из лучших посылок, которые мне вообще в истории присылали. Огромный тебе привет. Давай там... Хорошо себя веди, слушайся, родители. Спасибо большое твоим родителям, что тебе помогли с посылкой. Вообще держись. Вот. Огромный тебе привет передаю еще раз. Спасибо тебе большое за посылку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы есть у меня. Вот. И это сердечко отправляется вам. И это конец записи. Вот эти руки сейчас, они сделают сердечко и потом выключают камеру. Хоп.